День судебного пристава Героический человек, как только поправился, сразу у нас в гостях Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Павленовской области Главный судебный пристав региона Андрей Тагаев Андрей Александрович, здравствуйте Добрый день Давайте все-таки, поскольку день рождения был не так далеко у службы Я вас все-таки поздравлю И сразу первый вопрос Что для вас, как для чиновника и как для человека Стало главным подарком к этому празднику? Приобретение нового статуса для нас На протяжении большого количества лет мы были государственными гражданскими служащими В этом году, после вступления в законную силу 328-го закона Мы обрели статус сотрудников То есть стали полноценными сотрудниками правоохранительных органов Наряду с сотрудниками МВД, полиции, Росгвардии Вот это, наверное, самый главный подарок, который мы получили в этом году Тем не менее, сегодня в студии вы в Гражданском И все время напрашивается вопрос Вы-то себя кем больше чувствуете? Нет, конечно, я чувствую себя сотрудником Но формат вашей передачи, с учетом чаепития Наверное, обязывает к тому, что и праздник Поэтому я пришел в Гражданское форуме к вам Который раз вообще празднуется день рождения службы судебных приставов? Сколько вам? Юбилей? Да, да, у нас в этом году 155 лет А, то есть юбилей Да, 155 лет, да, юбилей службы Официально мы этот праздник начали праздновать Благодаря указу президента за номером 1019, 8 сентября 2009 года Президентом был подписан указ Об определении дня 1 ноября Как нашего профессионального праздника Вот с этого периода мы начали праздновать В этом году 155-летие Кто-то скажет, почему именно такая цифра Вообще, если в принципе в историю судебных приставов окунуться То первые упоминания о судебных приставах Они еще можно найти в документах старинных Еще в период феодальной раздорбленности в России Но официально, законодательно мы знаем Что Александр II провел в свое время Достаточно серьезную судебную реформу И вот венцом, вот в нашем случае Завершение этой реформы В 1865 году появились соответствующие документы Регламентирующие нашу деятельность Появление такого института Как судебный пристав самостоятельный Такого подразделения службы Однако в советский период Если мы возьмем там 1917 года Прошедшая революция Произошли определенные упразднения И судебные исполнители перестали быть самостоятельной службой Андрей Александрович Тагаев Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов По Ульяновской области Родился 31 мая 1978 года в Ташкенте В 15 лет переехал с семьей в рабочий поселок Новые Бурасы Саратовской области В 2005 году закончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации По специальности юриспруденция Работу в органах юстиции начал в Саратовской области В 2000 году Прошел все ступеньки служебной лестницы От простого пристава, исполнителя До старшего судебного пристава С февраля 2015 года Служил в системе служебных приставов в Крыму Где был заместителем главного судебного пристава В августе 2016 Переезжает с семьей в Ульяновск К новому месту службы Советник юстиции 2 класса Майор внутренней службы Женат Лучшим днем в своей жизни считает День рождения сына Кирилла Увлекается рыбалкой Цитата Крисов должен давить в себе чувство жалости Как бы это неприятно для кого-то не прозвучало События, которые происходили в 90-е годы Потребовала экономическая политика государства Создание самостоятельной службы И вот уже более такой исторический период современной России Мы стали, получили более такой свободный статус Получили самостоятельный статус Начинается этот отсчет с 1997 года Когда вышли два закона Это закон о судебных приставах И закон об исполнительном производстве На сегодняшний день закон о судебных приставах В результате той реформы, о которой я вначале сказал Называется закон об органах принудительного исполнения Да, но в принципе как бы он изначально взят за основу Вот эти события, да, явились Вот такая историческая цепочка на сегодняшний день Будет развиться служба судебных приставов Давайте немножко отвлечемся И поговорим о вашей службе в легкую Был такой замечательный драматург Господин Мольер Так вот у него в каждой комедии присутствует судебный пристав Он в конце приходит Там какие-то перипетии Кто-то чем-то недоволен И все расставляет на свои места Вот я думаю, что с тех самых пор судебных приставов Начали бояться Бояться их, если честно, сегодня Даже само слово судебный пристав Оно вызывает, если не с какой-то священной ужасом Такой легкий мандраж А у меня сейчас абсолютно не состыковочка в голове Сидите вы, такой весь добрый, замечательный человек И я понимаю, что бояться-то очень нечего А как на ваш взгляд, от чего бояться судебных приставов? Ну, я думаю, что бояться-то судебных приставов не надо При отсутствии у вас долгов, исполнительных документов В отношении вас, вам и бояться нечего Долгую рознь Да, долгую рознь Можно быть долгим тысяч рублей, а можно быть долгим Можно, да То есть, если у вас имеется задолженность Я тоже считаю, что особо бояться нечем Федеральный закон об исполнительном производстве Он написан таким образом, чтобы соблюдать права обеих сторон Как должника, так и взыскателя От должника всегда законодательно определяется тот минимум Который в любом случае у него останется для жизни Взыскателя законодатель простроил так Чтобы максимально короткие сроки сумму задолженности погасить Поэтому я считаю, что службу судебных приставов бояться не нужно Во-первых, нужно быть всегда в курсе своих долгов Эту ситуацию контролировать И, в принципе, с нами можно общаться, с нами можно работать Нас не нужно бояться То есть, от себя добавлю, что никто вас палками бить не будет Даже если вы там, не знаю, сумма вашего долга Какая должна быть сумма долга, чтобы начали, условно говоря, бить палками? Ну, знаете, то, что вы называете бить палками Статья 64-68 Федерального закона об исполнительном производстве Она, во-первых, регламентирует тот объем мероприятий Который мы можем применять в отношении должника Что касается вопроса суммы Ну, давайте так Сумма в данной ситуации не имеет значения Хотя есть определенные суммарные ограничения Скажем, для того, чтобы вы не выехали за пределы Российской Федерации При наличии исполнительного документа, выданного судом За должность должна быть более 30 тысяч, да? Вот, однако, при наличии долга более 10 тысяч Выданным на основании судебного акта Если вы не будете платить 2 месяца Вы тоже не выйдете за пределы Российской Федерации Все уже страшно, я думал, там речь о миллионах идет Долг менее 10 тысяч, ограничения в отношении вас уже не будут работать То есть, в этой ситуации вы Выезды за пределы Российской Федерации Вы можете не бояться Скажем, если у вас сумма долга менее 3 тысяч То арест на ваше имущество тоже не наложат То есть, если вы задаете вопрос именно о суммах А так, в принципе, арест счета, направление задолженности на заработную плату Это при самом минимальном уже долге Мы этой функции, конечно же, однозначно воспользуемся Что в максимально короткие сроки Предусмотренные действующим законодательством Сумму задолженности взыскать Насколько эффективно управление службы судебных приставов Сегодня работает в Ульяновской области? Если можно на конкретных примерах Может быть, конкретных историях Ну, если брать, как бы изначально, чтобы были понятны объемы, с которыми мы работаем Вот давайте возьмем такую отправную точку Пока первые три квартала Которые мы уже официально в этом году прожили На исполнение службы судебных приставов Поступило 540 тысяч исполнительных документов за этот период Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году Вот на сегодняшний день нагрузка на одного пристава По поступлению в день в нашем субъекте Порядка 12 исполнительных производств То есть как он справляется? Ну, вот на сегодняшний день, конечно, служба справляется И справляется очень достойно Потому что на сегодняшний день служба достаточно технологически развивается Знаете, вспоминаю, 21 год назад, когда я в службу судебных приставов приходил рядовым приставом. Каждый элементарный запрос он писался вручную, на печатной машинке печатался и относился к соответствующему органу. На сегодняшний день мы работаем в программном комплексе ПКАИС, единый на территории всей Российской Федерации, а это позволяет унифицировать все документы ко всем стандартам. На сегодняшний день пристав достаточно с легкостью, благодаря тому технологическому процессу, который в службе развивается. Я считаю, что служба, если брать систему правоохранительных органов, одна из динамично развивающихся именно в этом технологическом плане. И я, скажем, за эти 21 год своей службы вижу это на пальцах. Поэтому эта работа происходит. И вот, возвращаясь к цифрам, 500 тысяч документов поступило, 540. В целом находилось с учетом остатков прошлых лет более 900 тысяч исполнительных документов. На конец года наверняка будет на исполнении более миллиона исполнительных документов. Это на 271 исполнителя, который на сегодняшний день. Нагрузка в целом более 3000 производств на конец года на каждого пристава будет. В результате этой работы мы уже взыскали более 5 миллиардов денег на средств, долгов. Сколько осталось? Ну, осталось. Есть чем работать. Давайте будем так говорить. Идеальный мир, о котором многие мечтают, чтобы не было долгов, не было этого. Но до этого пока далеко. Если поговорить о том, что хорошего сделала служба в целом, давайте более социально возьмем интересное направление. Там алименты в этом году взыскали на 125 миллионов. То есть со злостных должников, конечно, это все сделано принудительно. 95 миллионов взыскали денег по взысканию задолженности по заработной плате. То есть нерадивые работодатели не доплачивали. Пополнение федерального бюджета в этом году более чем на полтора миллиарда, из которых 100 миллионов пошло пополнение нашего местного бюджета, Ульяновской области, муниципальных и областного в целом. Конечно, просто так никто этого не делает. Необходимо применять меры принудительного взыскания, о которых я сказал. Вот как рычаг давления в этом году нами было наложено почти 4000 арестов на имущество должника. Более 800 завели разыскных дел, из которых 719 мы окончили в связи с установлением либо имущества должника, либо самого должника. Поэтому такие меры, они активно используются, уголовные дела. То есть у нас есть такое меры понуждения. Регламентирующиеся ОПК, ОК возбудили 449 дел в этом году, 390 – это в отношении должников, неплательщиков по алиментам. Много можно говорить, перечислять цифры, но остается очень много, конечно же, нерешенных проблем, для которых, в принципе, функционально служба судебных приставов и создана. Максимально сколько вообще можно получить, если не платить? Ну, давайте так. Во-первых, чтобы понимать максимально не платить, и за что нужно... За алименты можно съесть? Можно съесть. Есть эффективность, есть в этом году практика получения реальных сроков за уголовную ответственность по 157, чтобы люди понимали, что уголовная ответственность у нас не только за неуплату алиментов предусмотрена. Есть ряд статей, которые относятся к подведомственности Федеральной службы судебных приставов. Наиболее часто встречающие в нашей практике это 157, да, это то в тех случаях, когда родители уклоняются от уплаты задолженности своей. Ну, я хочу всем, чтобы понимали, уголовная ответственность вступает не сразу. Во-первых, должник должен два месяца как минимум не платить за должность. Настолько у нас в стране гуманная законодательство, что изначально определено, что ты два месяца не платишь за должность, возможно, наступает административная ответственность, предусмотренная статьей 5.35.1. Вот где-то в месяц в среднем около ста человек мы привлекаем к административной ответственности по этой статье. Там существуют санкции, там обязательные работы административные, либо штраф. То есть человек начинает работать, административная задумается. Вот если он с первого раза не понял, то еще через два месяца, когда он продолжает не платить, наступает уголовная ответственность. Вот. Эта административная практика, она тоже достаточно эффективна. Только каждый третий, который был привлечен к административной ответственности, в конечном итоге начинает нести уголовную ответственность за неуплату алиментов. Сколько? Ну вот, в среднее, давайте так скажем, исходя из сегодняшней практики, до 120 часов здесь уже исправительная работа, либо штраф, возможно, уголовная ответственность. Но я знаю, что у нас в этом году есть люди, которые по совокупности получили реальный срок до года. 315-я, это неисполнение решений судов, она применяется к должностным лицам. Руководители, главные бухгалтеры и так далее. Вот. И 177-я неуплата кредиторской задолженности по статье суммой от 2 миллионов до 250 тысяч. Тоже эффективная статья, не такая масса, мы понимаем, что таких долгов гораздо меньше, чем алиментов, но эффективна, хорошая практика в области. В прошлом году мы 6 дел возбуждали, в этом году тоже у нас есть несколько дел. Поэтому это вот, что касается уголовных дел в рамках исполнительного производства, есть еще уголовные дела, отнесенные к подведомственности выявления работы судебных приставов по УПДС, да, неуважения к суду. Вот. Это такие более редко встречающиеся. Вот 4 статьи, о которых я сказал, это вот именно в рамках исполнительного производства наиболее часто встречаются. Извините, перебью. А вот показатели службы судебных приставов, там, как, чем больше уголовных дел заводят, тем лучше, или наоборот, чем меньше, тем лучше работает служба. Давайте так, количество уголовных дел, оно не является каким-то показателем, как вот люди там в палочной системе, возможно, еще с советских времен у нас осталось. На сегодняшний день возбуждение уголовного дела это просто один из рычагов, существующих у исполнительного производства. Я вам до этого озвучил, сказал, что статья 64-68, это такой рычаг, существующий в рамках исполнительного производства. Арест имущества, ограничение выезда с предела Российской Федерации, ограничение специального права, управление транспортом, арест счета, и так далее, весь комплекс. Вот есть КОАП, он еще нам дает определенный объем, неоговоренный в исполнительном производстве. Есть уголовный кодекс, он тоже нам дает определенный рычаг. Потому что, вы знаете, как-то для себя проводили такую аналогию, что более эффективно. Вот если вы часто ездите за границу, для вас достаточно вас, к примеру, ограничите выезд, и вы пойдете заплатите, да? А есть человек, который боится уголовной ответственности. Поэтому я бы не расценивал количество возбужденных дел как какой-то показатель, а расценивал бы, насколько эффективен этот рычаг и насколько неэффективен. И вот в тех случаях, когда у нас задолженность по алиментам падает, количество исполнительных производств становится на исполнении меньше, вот в этом случае я как руководитель оцениваю этот рычаг и начальника отдела, и заместителем его, курирующего это направление, как эффективный. Чтобы было понятно вот эту аналогию, давайте так, я когда руководителем, я являюсь руководителем в 2016 году, на тот момент сумма задолженности по алиментам равнялась в нашей области по всем исполнительным производствам суммарно миллиард четыреста. А на сегодняшний день 890 миллионов. То есть мы за четыре с половиной года задолженность умудрились сократить на 460 миллионов, почти на полмиллиарда. Эффективная работа. Один из рычагов, который был в возбуждении уголовных дел. Поэтому вот в этом соотношении нужно расценивать не как какой-то плановый значимый показатель, который, может быть, когда-то в какие-то времена учитывался, а именно насколько эффективен этот рычаг для достижения тех целей, для которых и создана служба судебных приставов. Поэтому вот уголовные воздействия, я считаю, достаточно эффективным рычагом. Александр Александрович, прежде чем мы поговорим о теме, которая сдала ТОН всему году, которая вот уже уходит, я в общем хочу вот что спросить у вас. Вот мы сейчас говорили о фактах и о цифрах, забывая при этом, что за всеми этими фактами и цифрами стоят люди. И невозможно не думать о том, как эти люди, причем не только те, кому должны, но и те, кто должен, относятся к тем, кто применяет какие-то санкции, то есть к вашей службе. Вас люди понимают, вас они боятся меньше, чем, условно говоря, милиции? Ну, я, наверное, ну вот в такой плоскости бы не стал, кого больше бояться. Потому что, знаете, ну, во-первых, если уж мы сейчас заговорили о милиции, о полиции, хотел воспользоваться моментом, знаете, все те цели и задачи, которые служба выполняет, их невозможно выполнить в одиночку. И на протяжении всей службы мы взаимодействуем с рядом правоохранительных органов, с органами федеральной исполнительной власти, с органами правительства, в лице нашего губернатора организованной работы. Находясь у вас, хочу, во-первых, поблагодарить судейское сообщество, органы прокуратуры, органы полиции, правительства, да, нашей Ульяновской области, органы Росгвардии и так далее. Весь этот огромный список налогов, органов пенсионных фондов, с которыми мы вместе работаем. Я вам рассказывал. Существуют документы оборотов. С полицией совместные рейды. Как можно бояться больше полицейского или судебного пристава, которые вместе стоят на рейде? Как же они боятся, понимают. А понимание их идет? Давайте так, опять. У нас исполнительная производство людей делит на две категории. Должники и взыскатели. Недовольные, как правило, бывают обе стороны. Если вы должник, вы недовольны принудительным отношением к вам. Арестовали квартиру, арестовали машину, забрали ползарплаты. Ну кто будет вам спасибо за это говорить? Как правило же у нас принято обижаться на того, кто пришел, забрал, а не на самого себя, что ты создал для себя эту ситуацию. Взял в долг, которым не готов был расплатиться. Или получил административный штраф. А мне кажется, на что обижаются те, кому должны? А вот те, кому должны, мы понимаем, что процесс взыскания долгов, он иногда может растянуться. Мы же всех... Есть у нас такая статья, 36-я, которая регламентирует, что решения требований исполнения документа должны быть исполнены в двухмесячный срок. И те, кто читает этот закон, читают его в удобной себе позиции, что за два месяца пристав должен исполнить. Но не читают, что этот срок не является пресекательным. Давайте поговорим так. Мы арестовали у вас объект недвижимости. Для него нужно... Ну, не дай бог, но просто не у вас, скажем, у гражданины арестован объект недвижимости. Оценка объекта занимает определенный... Во-первых, после наложения ареста есть период обжалования. Потом назначается оценщик. Оценщик производит оценку. Это определенный временной промежуток. Потом имущество передается на реализацию. Реализация законодательно первые торги проходят в течение месяца. Если после первых торгов имущество не продано, происходит снижение на 15% этого имущества. Тут есть определенный промежуток. Новое объявление. Вторые торги, которые месяц... Заметьте, это уже месяца три у нас с вами прошло, а 36-я статья говорит о двух месяцах. Так вот, этих двух месяцах не включаются процессуальные сроки для проведения оценки. Если у вас нет никакого имущества, ваша зарплата 10 тысяч, а сумма долга 100, мы будем удерживать у вас 50%. По 5 тысяч. На это нужно 20 месяцев. Вот эти сроки, которые необходимы процессуально, они, конечно, превышают два месяца. И зачастую взыскатель тоже может быть недоволен, что, как ему кажется, процедура прошла медленно. Поэтому сказать, насколько нас понимают, да, беда в том, что не понимают. И я своим подчиненным очень часто говорю, знаете, вот как говорится, вот эти шторки, замыливания иногда у чиновников происходят. Люди приходят к нам на прием граждан. И вот с людьми нужно говорить, разъяснять нормы законодательные, что вот тот пристав, вы знаете, много у меня приставов, но тот пристав, который доходчиво и должнику, и взыскателю объясняет о том, каким образом проходит процесс исполнительного. Знаете, когда был молодым приставом, очень еще молодым приставом, я однажды стоял в банке, и стоят два человека, коммерсанты, и слышу один рассказ, я еще был судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, то есть тем, которым обеспечивают безопасность здания суда. И слышу, как об одном из моих коллег два человека рассказывают. Блин, вот Людмила Владимировна, такая там пристав есть, вот придет ко мне, вот так мне расскажет все, так, но улыбается. Я ей деньги отдаю, а такое ощущение, как будто бы не отдал, а получил. И понимаете, для меня, еще будучи совсем молодым приставом, показался это ну верх хвалы профессиональной. Когда через несколько лет я сам стал исполнителем, действительно, я тоже строил так свою работу, чтобы должник, должника либо в такое положение поставить, чтобы он понимал, что ему проще сейчас заплатить долг и избавиться от этого определенного груза. И поэтому вот тех приставов, которые работают с гражданами, те приставы, которые правильно объясняют, именно на этом мы настраиваем свой личный состав, конечно же, люди понимают, и должники, и взыскатели. Поэтому ведь мы понимаем, мы чиновники, мы сотрудники, в первую очередь, мы созданы для граждан. Вот тот, кто это понимает, того и понимает стороны исполнительного производства. Это по моему мнению. А вот теперь мы подошли к тому, к чему мы подошли. Надеюсь, вы не будете спорить с тем, что захвативший товарно нашу страну и весь мир коронавирус внес свои коррективы в деятельность абсолютно всего, чего можно было вынести. И в частности, наверное, и должникам платить стало труднее, потому что люди как минимум месяца два, если не три, жили вообще без зарплаты. Особенно, если они работали в малом бизнесе, в частном секторе. Как в связи с этим как-то законы поменялись? Стали лояльнее к тем, кто должен, учитывая их финансовое положение? Да, да, все-таки так политика государства, к счастью, нашего складывается, что для лиц, пострадавших в результате вот этой коронавирусной всей инфекции написаны целые законы, которые именно нас в рамках исполнительного производства немножко ограничили в действиях. Значит, 215 закон 20 июля президентом Российской Федерации был подписан. Он регламентирует работу в рамках исполнительных производств, о взыскании по судебным актам и постановлению полномоченных органов, а также работу по взысканию просроченной задолженности организациями именно в этот период коронавирусной инфекции. Что вошло сюда, в какой перечень, в отношении на кого он распространяется? Он распространяется на индивидуальных предпринимателей. Это первый как бы блок и представителей среднего и малого бизнеса. По всем исполнительным документам, за исключением исполнительных производств, исполнительных документов о взыскании ущерба от преступления, по потере кормильца, задолженности по заработной платы и возмещение интеллектуальной собственности. Вот эта категория не подпадает. Все остальные категории попадают под действие этого закона. Судебный пристав наделен новыми правами предоставлять рассрочку в рамках исполнительного производства. Раньше этим был наделен только суд. Но здесь нужно заметить, что рассрочка только на год и суммы задолжите до 15 миллионов. То есть на сегодняшний день, чтобы вы понимали, как представитель среднего бизнеса, вы можете обратиться, прийти к, например, судебному приставу исполнителя, подбать документы, что да, вы к этой категории отнесены, и судебный пристав вам может предоставить рассрочку на год. Но мы должны понимать, что на год до 1 августа 2021 года. То есть у нас сейчас уже осталось до конца на 9 месяцев в данной ситуации. Но хочу сразу предкусить, что в случае нарушения вами графика мы будем работать в рамках действующего законодательства. То есть график написал, соблюдаешь его, пожалуйста, аресты не накладываем, не удерживаем, и так далее. Работай, то есть бизнес может действовать, существовать, только соблюдай график. Что касается граждан, он распространяется на пенсионеров по старости, по потере кормильца, по инвалидности, то есть вся группа пенсионеров включена, чей суммарный доход меньше 2 мрот. То есть скажем, бабушка получает меньше 2 мрот, а мы знаем, что это 12-120, если я ошибаюсь, на сегодняшний день, то есть ее суммарный доход менее вот этой суммы, и она не имеет других доходов, не имеет объектов недвижимости в собственности, за исключением единственного жилья. То есть у нас, что вы понимали, есть такая статья 446 ГПК, есть определенный минимум, который мы должны оставить. Вот единственное жилье трогать нельзя. То есть если у пенсионера имеется только это жилье, он имеет право на получение рассрочки. И гражданам рассрочка предоставляется на 2 года. До 1 июля 22-го года. То есть у нас еще осталось до этой даты 19 месяцев. Вот. Но здесь сумма задолженности, здесь узкая категория, здесь помощь тем, кто должен кредиты. Это по кредитным обязательствам, по договорам займа, сумма задолженности до миллиона. То есть мы тоже предоставили вам график рассрочки, чтобы понимали, запреты на имущество выставим до конца рассрочки, чтобы не хитрили, имущество не отчуждали. Но удерживать пенсии, накладывать аресты и так далее, ограничивать выезды за пределы Российской Федерации на самое время соблюдения графика не будем. График нарушен, работаем в рамках действия законодательства. И еще, что такое, скажем, такое приятное, положительное для граждан, до 31 декабря 2020 года, мы понимаем, что один из рычагов давления, это наложение ареста на имущество должника, находящихся у нас в домах, какие-то предметы быта, предметы роскоши, до конца этого года никакие аресты на имущество должников, находящихся по месту проживания либо его нахождения, накладываться не будут. Этим законом ограничен. Только арест на транспортные средства. То есть должник должен иметь в наличии транспортные средства, то есть если мы берем имущество, отнесенное к категории движимого, вот из движимого накладываем арест на транспорт. Да, это предмет роскоши, его можно... Все, что у вас находится в доме, вот это мы трогать до Нового года не будем. Вот такой закон, более того, хотелось бы обратиться к коллекторам и организациям, которые помимо нас занимаются, могут давить на должников по каким-то просроченным задолженностям на время предоставления рассрочки их действия тоже вне закона. Мы являемся органом, который контролирует эти организации, мы выдаем свидетельства организациям, занимающимся взысканием просроченной задолженности, поэтому в этой случае за нарушение они будут привлечены к административной ответственности. У нас осталась одна минутка, поэтому совсем коротенько. А бывают ли ошибки, когда человека взыскивают чужие долги, и что вот в этом случае делать тем, кто попал? Бывает. Связано, сразу скажу, с чем. Мы называем так в своем маленьком узком кругу двойники, когда лицо является полным тезкой, фамилии, имя, отчество, совпадение. Иван Иванович, даже год рождения совпадает. Причина, почему это происходит, это при направлении запроса на вашего тезку могут предоставить нам информацию, потому что на сегодняшний день законодательно не определены обязательным условиям указания в исполнительном документе идентификационных данных, таких как СНИЛС и ННН. Это наши индивидуальные данные, которые совпадать не могут. Вот, поэтому при направлении запроса может поступить информация на другое лицо, мы можем выставить запрет на транспорт, там, на объект недвижимости, или, не дай бог, еще списать деньги. Такие случаи есть. Они редкие. В случае, если это произошло, нужно сразу обратиться в службу судебных приставов. В нашем случае, значит, телефон, мы выделили специальный дежурный телефон, там сидит оператор только по этим вопросам. 39-93-29 телефон, либо электронный УПИ, ФССП, РУС.РУ. Вот по этим... Долгий процесс занимает, оказалось того, что не верблю. Нет, нет, достаточно обратиться вот поэтому, либо направить в электронное обращение, с приложением своего паспорта, что мы увидели, что это не вы. И в течение суток этот запрет снимается. Бывает, иногда нужно более точные данные, но обычно это в течение одних суток этот вопрос закрывается. Так что рекомендую всем обращаться по указанному номеру телефона, присылать электронное обращение, и все вопросы будут сняты. Я желаю вам откровенно, чтобы в новом году было меньше ошибок. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Павлияровской области, главный судебный пристав региона Андрей Александрович Тагаев. Спасибо большое, Андрей Александрович. Будьте здоровы, будьте счастливы, и будьте никому не должны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok